Всем привет! Сегодня хочу сделать интересную самоделку для гаража, которая пригодится абсолютно каждому мастеру. Из фильтра автомобильного, москвич 2141 и обычного огнетушителя, порошкового, самого дешевого. Тем более он у меня уже просроченный. Чтобы не тратить ваше время, я заранее изготовил вот такую вот тележку на обычных мебельных колесиках. Тележка сделана из фанеры. За основу была взята идея адвоката Егорова. То есть вот такое вот ведро железное из-под краски, довольно неплохое. Крышка имеет уплотнительную резинку по кругу. И когда мы ее просто накрываем, пылесос работает, он ее прижимает, ничего не открывается, все крепко держится. Собирается вся эта система очень просто. Укоротил шланг от пылесоса и в 50-е уголки вставляю его в крышку этого ведра. Испытал я три разных варианта. То есть первый вариант это циклон непосредственно по системе адвоката Егорова, что меня не устроило. Он пропускает очень много мелкой пыли. В сам пылесос. И то есть мешок пылесоса моментально забивается. Следующий вариант я рассматривал водяной фильтр. То есть все так же на основе вот этого вот ведра, пылесоса и тележки. Сделал водяной фильтр. Водяной фильтр мне понравился. Чистит он на все 100%, вся грязь и осаживается на дне ведра. Но тоже есть минус. Микроскопические капли попадали в сам пылесос и в мешок. Что не есть хорошо. Там нужно было придумывать, дорабатывать всю эту систему. Дальше я остановился на третьем варианте, который я вам сейчас подробно расскажу и покажу. Самый надежный вариант. Пользуюсь им уже два года. Сейчас я это все уберу и продемонстрирую. Вариант самый дешевый. То есть огнетушитель нам понадобится один раз и навсегда. Отрезаем донышко. Отрезаем вот эту вот часть верхнюю. Она как раз заходит в этот фильтр. Фильтр москвичевский стоит от 70 до 120 рублей. В зависимости от производителя, от качества и всего прочего. Я беру самый дешевый и мне хватает его недели на три. То есть три недели, ну когда и на месяц. Я его потом выбрасываю и просто ставлю новый. Крышка закрепляется довольно плотно. Вот как вся эта система устроена. Все элементарно просто. Два уголка 50 на 90 градусов канализационных. Два отверстия. Сюда приклеил крышку от огнетушителя и в него уже вкручиваю, чтобы менять фильтр. Вот так вот. Сейчас, друзья, я продемонстрирую, как он работает и насколько он эффективен. Вся эта конструкция собирается довольно легко. Все, система строительного пылесоса готова к использованию. Сделал я вот такой вот длинный шланг. Он у меня 4 метра длиной. И его хватает, чтобы пылесосить всю мастерскую, не двигая сам пылесос. Это очень удобно. Сейчас я покажу, как он работает, его эффективность. У меня здесь печка в гараже на угле. И от нее очень много пыли и золы. Все полки покрыты пылью. И вот этот помощник мне помогает с этой пылью справляться. Ну, не только с этой, так же с опилками, стружками и всем прочим. Продолжение следует... Теперь самый интересный момент. Что у нас внутри собралось? Вот такой вот мусор собрался за один раз. Фильтр всю пыль впитал в себя. Отстегиваем пылесос. Смотрим, что стало с мешком. Сейчас внимательно будем его изучать. Вместе с вами. Все, открыл. Как вы видите, все чисто. Вообще никакой пыли. Чистейший мешок. Так что, друзья, мешок как новый. Отличная система, которая работает реально. Советую всем такое делать. Те системы, которые типа циклон, все это хрень. Вот эта система пылесосит почти на 100% задерживая любую пыль. Как сделать, чтобы фильтр забивался меньше и все это дело обходилось еще дешевле. Есть вот такой вот обычный укрывной материал. Продается в любых строительных магазинах. Стоит погонный метр, два метра шириной и метр длиной. 40 рублей всего лишь. И из него надо вырезать вот такой вот кругляшок. Окутываем. Равномерно. Со всех сторон. Берем обычную резинку. Только надо брать укрывной материал, который с двух сторон без пленки. То есть он дышит с двух сторон. Все, вот резиночку продел. Вот получился у нас практически бесплатный фильтрующий элемент. Из него также шьют мешки на пылесос. А мы, получается, сделали быстрый вариант смены. Выбросить его не жалко будет. На 40 рублей можно таких сделать штук. Ну, наверное, 10-15, а то и 20. Поэтому это практически бесплатный вариант. Ну и плюс там фильтр автомобильный сохранится намного дольше. Все, теперь берем эту крышку. Включиваем. Можно пользоваться. А старый фильтр, вон стоит, я его достал. Я вот этой штукой не пользовался укрывным материалом. Вот он забит. Я его сейчас пропылесошу. Ну, а затем его можно повторно использовать уже с вот этой системой фильтрации. Можно вот я во дворе иногда пылесошу тротуарную плитку вот таким пылесосом. Все отлично работает. Советую каждому сделать такой вариант пылесоса. Это намного лучше, чем подметать и пыль подымать. Здесь все классно. Попылесосил чистенько, аккуратненько, никакой пыли. Попылесосил чистенько, аккуратненько, никакой пыли. Продолжение следует... 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 Пока-пока.